Приветствую всех! Сегодня будет очень интересная и обширная тема. Я давно хотел поговорить об этом. Думаю, что в этом ролике будет достаточно много занятных вещей, о которых вы, возможно, раньше не задумывались. И в то же время я развенчаю одну из самых больших блуждающих по просторам российского сегмента легенд о якобы таинственном журнале Ротшильдов под названием «Экономист». Если вы пройдете по YouTube, вы найдете десятки, сотни конспирологов, которые расшифровывают обложку журнала «Экономист» уже очень-очень много лет. Вот эту историю мы будем развенчивать. И частично, конечно, эта тема будет касаться и коронавируса. Но беритесь терпения, оставайтесь на ролике. Тема настолько обширная, что я вряд ли вложусь в 10-15 минут. Итак, поехали. Существует журнал. Английский журнал. Он издается в Великобритании. Известен многим под названием «Экономист». И это одно из самых широко узнаваемых изданий, освещающие текущие события в мире. Они касаются финансовых, банковских, политических вопросов, конечно же, биржи, недвижимости и так далее. Аудитория у них уже достаточно большая. Практически 2 миллиона человек знакомы с этим изданием. У него большое количество приложений. И вот одно из самых известных – это приложение к «Экономисту», так называемый журнал «The World Inn», то есть «Мир в». И в конце каждого года они выпускают как бы обложку на следующий год. Моё глубочайшее убеждение, что редакция журнала просто стебется над конспирологами. И они из года в год эксплуатируют эту тему, зная, какое количество психически нездоровых людей, пытающиеся во всем увидеть тайну. И они просто наглым образом используют этот нездоровый интерес. Тем самым они расширили, конечно, свою аудиторию. Но на самом деле, если мы внимательно посмотрим на обложки этих журналов 15-го, 16-го, 17-х годов и так далее, так называемые предсказания их, они как бы находятся на поверхности, с одной стороны. С другой стороны, большинство, ну, процентов 80 так называемых предсказаний, они, конечно же, не сбылись. Но, тем не менее, каждый год находится куча умников, которые каждый по-своему трактует, что же там зашифровали Ротшильды. Вообще, особый интерес составляет, конечно, вот эта упоротая убежденность россиян, что журнал, конечно же, должен принадлежать Ротшильдам. А кому еще? Ведь Ротшильды, они же и есть негласные владельцы этого мира. Это самая влиятельная семья на Земле. И уж они-то, конечно же, всем людям потихонечку нашептывают через страницу журнала Economist, что вас несчастные ожидают в следующем году. Хотя, конечно, если бы они включали мозги, они бы понимали, что если бы миром владел кто-то, то им уж точно не нужно было коммуницировать с вами, если бы они имели план вас всех уничтожить. Ну, просто подумайте, зачем им вас предупреждать. Давайте посмотрим, тем не менее, как в российском сегменте относятся к журналу Economist. Это как раз забавная часть ролика. Ну вот, давайте будем читать. Обложка Economist, 2018 год. Смотрим. Окей, хорошо. Прогноз 2018 года Ротшильдов. Каким видит будущее мировое правительство? Как будто бы мировое правительство стало бы с вами делиться, так сказать, своими мыслями. Ну, дальше. Прогноз Ротшильдов на 2019 год. Апокалипсис наступает. Здесь какой-то чудак вообще все, видите, разрисовал вообще все. Тут какую-то даже табличку придумал. И я не смотрю такие вещи. Ну, предполагаю, что Шиза здесь, конечно, конкретно. Ну, всем известный Андрей Тюняев. Понятное дело, с таким голубым светом под своей физиономией. Он просветленный человек, давно внушающий мысль быдло населению России, что ими управляет еврейское тайное сообщество. 168 тысяч просмотров, посмотрите, два года тому назад. Ну, уж Тюняев-то точно знает. Меня вот этот очень сильно подзабавил ролик. Разведчик, разведчик с большой буквы Андрей Девятов. Не пощадят никого прогноз большой игры 18-20 года. И, конечно же, на журнале обложки 2018 года что? Давидова звезда. Ну, то, что Давидову звезду, в принципе, можно врисовать в любой существующий рисунок, понятное дело, это не значит, что там Давидова звезда есть. Кстати, к обложке 2018 года мы еще вернемся. Ну, просто, понимаете, вот есть такая категория людей, которые во всем видят Давидову звезду. Они ее впишут вам куда угодно и будут внушать вот эту вот шнягу. В общем, как вы видите, да, огромное количество желающих поведать о тайнах, рассказанных всему миру, естественно, мировым правительством. Ну, и часто встречающее слово, что это все принадлежит Ротшильдам. Ну, а как дело обстоит на самом деле? Давайте посмотрим. Вот эта категория экономист я задал на немецком языке. Здесь рассказывается, когда издается журнал, с какого года, кто является редактором этого журнала и так далее. И вот здесь смотрим название Айгентюма. Айгентюма – это владелец. Владельцем является совместная группа, то есть это акционерное общество. Перейдем сюда, посмотрим, что за экономист групп и прочитаем здесь уже на русском языке. Значит, журнал «Экономист» – это торговая компания, является английской мультинациональной медиакомпанией со штаб-квартирой в Лондоне, наиболее известной как издатель «Экономист». «Экономист» групп специализируется на международной информации о бизнесе и мире. Здесь указан генеральный директор Крис Стипс с 2013 года, штаб-квартира Великобритании, основатель Джеймс Уилсон. Основан был журнал аж в 1843 году, то есть это достаточно давняя традиция в Англии выпускать журнал на экономические темы и так далее. Главная организация, одним словом, никаких Ротшильдов и никаких других знаменитых фамилий в числе владельцев этой компании нет. Я нашел еще кучу российских сайтов, где так или иначе обыгрывается эта информация, но всегда голословно, то есть без каких-либо доказательств. Доказательств того, что журнал на самом деле принадлежит Ротшильдам, вы их просто не найдете, ибо их нет. Но, честно говоря, Ротшильды люди богатые, журнал, конечно, он интересен, но не настолько он прибыльный. Это, конечно, было бы большой глупостью вкладывать деньги в такой малопопулярный журнал, а главное, через этот малопопулярный журнал якобы коммуницировать с вами. Ну, просто давайте я призываю людей со здравым смыслом немножко пораскинуть мозгами и подумать, есть ли в этом хоть какой-то малейший смысл. А что же есть на самом деле? На самом деле я думаю, что, как я уже сказал, редакция журнала успешно эксплуатирует тему, нездоровую тему. Плюс люди вообще сами по себе любят разгадывать разного рода ребусы. И вот начиная где-то с 2015 года, посмотрите, вот так выглядел журнал в 2015, 2016, 2017 годах. То есть они еще подбирались к этой теме, люди стали считать, что в этих картинках что-то заложено. И уже, соответственно, к 2017 году обложка выглядела уже напрямую. Вы хотите верить в то, что мы вам передаем какую-то конспирологическую информацию? Ну, давайте поиграем с вами. 2017 год, я считаю, что это, конечно, стёб в чистом виде. То есть сама обложка вышла в виде карт Таро. Давайте погадаем. То есть редакция журнала предложила своим читателям, ну, давайте погадаем, что же будет в следующем 2017 году. И вот тут такие очевидные картинки. Как вы видите, например, понятное дело, Трамп возглавил, так сказать, планету. Ну, то здесь не нужно было быть гуру, потому что его только что выбрали. И это был большой сюрприз для всех, что вот такой малообразованный человек, фактически природный кретин, и вдруг становится президентом такой крупной страны. Конечно, он изображён в виде императора. Это, опять же, всё это в виде шутки представлено. Затем, например, вот эта карта интересная. Как вы здесь видите, это колесо Фортуны. На ней изображена Меркель с одной стороны. Она как бы опускается вниз, а с другой стороны поднимается Мари Липен во Франции. И две урны снизу, урны избирателей. Здесь тоже, опять же, не нужно быть большим предсказателем, чтобы видеть очевидные вещи в Европе, когда такие уравновешенные политики, как Меркель, консервативного типа, их время уходит. То есть они опускаются вниз. А про фашистующие идеи, как, например, Мари Липен, и проще это не только во Франции, но и в Германии, и во всех остальных странах, тоже поднимаются наверх. Опять же, можно сказать, что это предсказание? Нет. Это обыкновенная элементарная аналитика. Тем более люди, которые печатаются в этом журнале, они и занимаются аналитикой биржевых рынков, аналитикой настроения, политических событий и так далее. Не нужно быть слишком большим гуру. Скорее, нужно иметь чувство юмора, чтобы говорить на эти вещи вот в таком вот тоне. Ну, а теперь к обложке 2018 года. Вот так выглядит эта обложка. Опять же, сплошной ребус. Информация подается в виде таких компьютерных иконок. И вот здесь, как говорится, разбушевалась фантазия. Все стали выискивать, ну что же, что же, пытались нам передать Ротшильды в кавычках, на самом деле редакция журнала «Экономист». И вот, как вы видите, например, здесь человек попытался начать считать из центра. Затем мысль должна двигаться по всем этим, значит, картинкам. Как вы видели, Девятов, обдолбанный на всю голову, он увидел Давидову звезду. Кто-то распределил картинки по цветам. Но, опять же, если вы остановите экран, сейчас приблизите эту картинку и начнете ее рассматривать, вы увидите, что связи нет ни малейшей. Картинки розовые, зеленые, желтые не относятся к одной какой-то смысловой группе. То есть, очевидно, что цвета выбраны вольно. Вот я вам сейчас прочитаю мнение, опять же, конспирологов и антисемитов российских. Они, допустим, объединили все эти символы в следующие группы. Возраст, эмоции, основные религии, форма правления, мировые лидеры, мировая культура, человеческие изобретения, отрасли экономики, события и так далее. И теперь вывод. Всего получилось 12 групп картинок, что, конечно же, символично. Ведь число 12 обозначает полноту и завершенность. 12 олимпийских богов, 12 колен Израилевых, 12 учеников апостола Христа, 12 столбов манихейской веры, 12 подвигов Геракла, 12 зодиакальных созвездий, в году 12 месяцев и так далее. Ну, правда, вот этот человек разделил на 10, можно разделить на 25 групп. Можно посчитать, что количество символов соответствует, например, количеству недель в году. Вот посмотрите, например, вот здесь видно разлет человеческой фантазии. Значит, как люди пытаются трактовать эти символы. Например, сейчас я вам прочитаю по списку. Смотрим календарь 2018 года слева направо, сверху вниз. Почему так непонятно? Ну, хорошо. Дождь, в скобках, радиоактивные осадки. Второе. Толстый кот, финансовые магнаты. Кинокамера, премьера знакового масонского фильма. Про масонов это, конечно, особо интересно. Четвертое. Ребенок, скандал с педофилами. Пятое. Статуя свободы. События в Соединенных Штатах. Шестое. Президент Трамп. Значит, на шестом символе уже вопросов нет. Здесь все понятно. Седьмое. Счастливое лицо. Всеобщая радость. Восьмое. Флаг ЕС. Минус одна страна. Ну, понятно, потому что в том году состоялся Брексит. И это, опять же, очевидные вещи. Девятое. Человек с тростью. Это, правда, не человек с тростью. Это международный символ стариков или пожилых людей. Ну, да ладно. Читаем дальше. Десятое. Печальное лицо. Всеобщая печаль. Спрашивает автор. Одиннадцатое. Диаграмма. Прыгающий курс акций валют. Двенадцатое. Желтый автомобиль. Йелл Стоун. Нет, на самом деле это автомобиль Вольсваген. И, опять же, речь была о скандале с концерном автомобиля Вольсваген в Германии. Тринадцатое. Синяя ракета. Запустят из страны с синим флагом. И так далее. И тому подобное. Одним словом, как вы видите, люди гадают буквально так же, как на кофейной гуще. И, конечно же, есть гуру, которые объяснят вам обложку журнала «Экономист» в нужном им русле. В общем, понимаете, да, что фантазия людская здесь не ограничена. И именно на этих эмоциях играет редакция журнала «Экономист», потирая руки от удовольствия, что их журнал распродается большим тиражом. Самое правильное восприятие этих обложек или этой попытки заставить людей о чем-то подумать нужно воспринимать с долей юмора. Потому что журнал этот, в общем-то, делает в том числе и предсказания на предстоящий финансовый год. Люди, кто постоянно читает этот журнал, да, они должны уметь немножко заглядывать вперед. Потому что, играя на бирже, ты без этого качества просто не сможешь существовать в нынешнем финансовом мире. Именно поэтому в самом начале года берется вот такой достаточно ироничный тон. Чтобы подойти к пуанте или к смыслу этого ролика, нам придется раздать к самому главному, к обложке 2020 года. Вот здесь остановимся подробно, чтобы, как говорится, не осталось никаких вопросов. То есть расшифруем каждое слово, которое в данном случае здесь написано. Итак, в ноябре вышла эта обложка. Концепция обложки составлена по образу, как вы видите, таблицы Хермана Снеллена. Эту таблицу можно увидеть в каждом кабинете офтальмолога. Она существует для проверки остроты зрения. То есть здесь уже намек. Какие-то вещи очевидны, то есть они будут написаны крупным шрифтом. А в какие-то нужно вчитываться. Или намек в том числе на то, что если вы до конца не понимаете, оденьте очки и присмотритесь внимательно к тому, что происходит вокруг вас. Наверное, для начала давайте посмотрим идиотскую расшифровку этой обложки. То есть как можно переврать информацию. А затем прочитаем то, что есть там на самом деле. И так, как вы видите, один из конспирологов, здесь даже адрес его страницы, пытается прочитать эти слова таким образом. Значит, слово «Трамп» он разглядел, слава богу, а затем он разглядел слова «эксит» и «эй». Он пишет. Эти слова указывают на желание заинтересованных лиц воспользоваться искусственным интеллектом для достижения цели отстранения президента Трампа от власти в период очередных выборов. Либо подтасовка их результатов путем воздействия компьютерных программ. То есть этот человек явно симпатизирует Трампу. Дальше, например, он смотрит в самый низ таблицы, обходит слова «война», «НПТ», «Раша» и дальше объясняет. Указывает на желание втянуть Россию в неядерную войну. Эти группы расположены зеркально, имеют общий смысл и прямую связь. Они, кстати, не расположены зеркально, не имеют никакого общего смысла и никакой связи, потому что в данном случае автор вырывает слова из контекста. А что же на самом деле зашифровано в этой обложке? Читать нужно все подряд, без пробелов, и тогда вы прочитаете все слова, которые здесь написаны. Давайте будем читать по порядку. «Мир в 2020 году». Дальше идет слово «Трамп». Почему его указывают на обложке 2020 года? Потому что, как мы знаем, в конце года начнутся выборы нового президента США, и у Трампа есть шансы снова стать президентом Соединенных Штатов. Конечно же, к нему прикованы глаза всего мира, по крайней мере, в конце 2020 года. Здесь очевидно, судьба Трампа в 2020 году будет интересовать многих людей. Дальше идет слово «брексит», а не «эксит», как прочитал предыдущий автор. Трамп дальше без пробелов, читаем «брексит». Опять же, и это очевидно, в 2020 году «брексит» осложняет взаимоотношения Англии и Европейского Союза, а это, в свою очередь, поведет к серьезным экономическим проблемам у Великобритании. Так как журнал этот английский и журнал этот экономический, то, понятное дело, что проблемы «брексита» интересуют англичан прежде всего. Или что будет после «брексита»? Дальше идут две буквы AI. Это искусственный интеллект. Технологическая индустрия находится на взлете. Постоянно мы крутимся вокруг мысли, что вот-вот будет прорыв в этой области. Поэтому понятно, почему включен он в перечень. Дальше, конечно же, Токио идет, потому что Олимпиада в Токио должна состояться, была в 2020 году. Сейчас непонятно, что будет. Но, опять же, эту информацию мы все знали и четыре года тому назад. Следующее слово – это «Марс». Намек на продолжение работы над проектом Илона Маска. Если вы не следите за этим, то я вам подскажу, что предполагают начать делать с 2020 года. Дело в том, что появилась такая радикальная идея самого Илона Маска о нанесении ядерного удара по Марсу. Предполагается, что атомная бомбардировка сможет сделать Марс более пригодным для жизни из-за выпуска углекислого газа в атмосферу, который может растопить лед на этой красной планете. А также благодаря высвобожденному углекислому газу может образоваться парниковый эффект на планете. То есть то, что как раз необходимо для того, чтобы там начались процессы жизнедеятельности. Многие ученые считают, что этого будет недостаточно для того, чтобы приблизить условия Марса к Земле. Но вообще сама идея о том, чтобы выпустить парочку атомных бомб для того, чтобы посмотреть вообще, как будет вести себя планета и последствия, эта идея занимает многих. Вот как раз-таки она будет занимать многих в 2020 году. Будет много споров вокруг этого. Следующее слово – это климат. Понятное дело, что климатическая повестка дня в 2019 году была актуальна и перешла на 2020 год. Грета Тунберг и так далее, изменение климата. Все мы об этом говорим. Опять же, ничего такого конспирологического в этом нет. Дальше идут две буквы КСИ. Это указания на Си Цзепина, лидера Китая. По-прежнему он и Дональд Трамп – это два ведущих политика. Оставили далеко всех остальных позади себя. И более того, Си Цзепин присутствует на обложках «Экономист» уже бессменно последние пять лет. Периодически появляется, например, Обама или Меркель, или появился, скажем, Дональд Трамп. А вот именно Си Цзепин, он уже очень давно на обложках «Экономист». Может быть, они особо приглядываются к этому политику. Может быть, Си Цзепин просто олицетворяет Китай. Но факт то, что следующее слово посвящено ему. Дальше слово «рецессия», «спад». Понятное дело, что экономический кризис предсказывали уже давно. Его предсказывали минимум пять лет, начиная с 2015 года. Говорили беспрерывно о том, что экономический кризис грядет. И еще один важный момент. Последний крупный экономический кризис в мире был в 2008 году. То есть, сейчас, через 12 лет, он повторяется. С чем это связано? Трудно понять. Я знаю, что сейчас, например, интересующиеся астрологии скажут, да, ну как же, это всегда, каждый 12-й год наступает год крысы. И тот 2008 год был годом крысы и мощный экономический кризис. Вот прошло 12 лет, опять год крысы, опять экономический кризис. То есть, понимаете, каждый может найти в этом подтверждение каких-то своих идей. Но факт тот, что этот экономический кризис 2020 года предсказывался уже достаточно давно и финансистами, и банкирами. То есть, никакой тайны в данном случае журнал «Экономист» нам по поводу спада, рецессии не открыл. Следующее слово – это Моди, премьер-министр Индии. Он не случайно попал, потому что Индия была в 2019 году второй быстро растущей экономикой в мире. И сейчас испытывает проблемы снижения темпов роста. То есть, за делами в Индии люди наблюдают внимательно. Потом слово «Экспо» – это всемирная выставка, которая пройдет в этом году в Дубае. Опять же, никаких тайн каждые два года «Экспо» проходит в той или иной стране. Затем три буквы «С», «Д», «Ж» – это переводится как «Цели устойчивого развития». Это, опять же, интересно. Накануне, в 2019 году, ООН обозначили 17 целей. Вот эти 17 целей. Все они связаны с борьбой бедностью, с голодными, повышением качества образования, вопросами гендерного равенства, климатическая повестка, инновации, развитие индустрии и так далее. Если вы хотите знать, в каком направлении будет развиваться планета, то вот просто посмотрите на эти 17 целей развития, и вы поймете, в каком направлении мы будем двигаться в следующие годы. Затем идет слово «Бонд». Конспирологи считают, что это намек на новый фильм «Джеймс Бонд». На самом деле это английское слово, связанное с облигациями. И так как журнал «Экономический», то он говорит о том, что предполагается понижение ключевой ставки, и доходность, соответственно, с облигацией будет падать. Вот к чему слово «Бонд». Дальше идет слово «Бетховен». Это связано с тем, что 2020 год объявлен годом Бетховена в области музыки. После Бетховена слово «Визион», «Видение», выделено красным цветом, как вы видите. «Смотри внимательно». То есть, как вот этот плакат, он намекает на кабинет офтальмолога, точно так же и посыл. «Смотри внимательно в этот мир», «Смотри, что вокруг происходит». Слово просто связано с темой всей обложки. И после слова «Визион» у нас идет слово «биоразнообразие». Это как раз связано с тем, что в 2020 году, ну, по крайней мере, предполагалось, что в Куньмине страны соберутся для того, чтобы обсудить вопросы с биоразнообразием. Ну, вы знаете, нашей человеческой деятельностью мы разрушаем природу, разрушаем животный мир, и многие виды просто исчезают бесследно. Необходимо начать об этом серьезно думать. Дальше слово «крыса». Понятное дело, что это год крысы. Следующие три буквы – «НПТ», что значит «договор о нераспространении ядерного оружия». Как бы здесь, скорее, благие пожелания, чтобы после 75 лет бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, наконец-то, правительство стран задумались об этом. Но, судя по всему, достигнуто в этом направлении в 2020 году ничего не будет. Дальше фамилия Уоррен, а вовсе не «Вар, война», как прочитал тот конспирологический автор. И связано это, конечно, с именем Элизабет Уоррен. Это сенат в США, кандидат в президенты. Она известна своими выступлениями против Уолл-стрит, набирает популярность у американской аудитории. Именно потому, что она выступает против Уолл-стрит, ее записали на обложке «Экономист», потому что она демонизирует образ Уолл-стрит. И очевидно, что «Экономист» не мог пропустить нарастающий интерес к Элизабет Уоррен. Дальше идет слово «Рафаэль». Опять же, 2020 год посвящен в музыке Бетховену, а в искусстве этот год посвящен Рафаэлю, потому что исполняется 500 лет со дня смерти этого мастера. Так что в мире искусства год посвящен Рафаэлю. Последнее слово «Найтингелл» связано это с проектом Google. Проект учрежден в 21 штате Соединенных Штатов. Это связано с спросами здравоохранения, разработки и использования искусственного интеллекта и мобильных инструментов связи, которые указывают влияние на пациентов, группы по уходу. Одним словом, это проект, связанный с сбором информации. Говорили об этом уже давно. В 2020 году он запущен и действует. И самое последнее, маленькое слово, написано мелким-мелким шрифтом. Это слово «Раша». Здесь есть два трактования. С одной стороны, указание на то, что только самый зоркий увидит и разглядит, так сказать, то, к чему будут прикованы взгляды. Но большинство, и я в том числе, склоняюсь к версии, что роль России в 2020 году будет небольшой. В 2020 году мало кто будет обращать внимание на Россию. То есть, разглядит ее далеко не каждый. Вот и все. Все слова или проекты, названия которых мы читаем в обложке 2020 года, это то, что разрабатывалось годами раньше. И было очевидно, что в 2020 году либо стартует этот проект, либо он уже движется, находится в движении. Та же самая история с Брекситом, с Трампом и так далее. То есть, здесь просто, чисто, обычная аналитика и элементарная логика, как будут развиваться события. Ну, а теперь самый главный вопрос этого ролика. Господа конспирологи или те, кто мыслит, как мыслят конспирологи, ответьте мне на такой вопрос. Если бы журнал, по-вашему, принадлежал Ротшильдам, а Ротшильды, опять же, по-вашему, в каждой обложке этого журнала вам закладывают таинственную информацию, хотят, так сказать, тайно поделиться с вами, такие злобные Ротшильды, но у них все равно вот какое-то человеческое желание вам намекнуть, что будет в следующем году. Почему же они не указали в основном документе, в котором они коммуницируют с вами, почему они не указали слово «коронавирус» или не указали английский вариант «COVID-19». Ну, где эта информация? Сейчас, в начале года, мира хватило этой эпидемии. Ни одна страна ни о чем другом не думает только о коронавирусе. Даже Олимпиада, скорее всего, отменится, то, что предполагалось будет, из-за коронавируса. Это ключевое событие 2020 года, самое основное, и, конечно же, до конца года она останется чуть ли не самым основным. Так где же хоть какой-то намек на коронавирус в обложке экономиста? Вот я считаю, что эта ситуация наглядно показывает, насколько все предположения о том, что, во-первых, это конспирологический журнал и делится с вами таинственной информацией, рассыпаются вообще в труху, во-вторых, нужно понять, что такие вещи, как вирус и прочее, невозможно предсказать. Это доказывает, что мир действительно столкнулся с вещью, которую никто не ожидал. Все разговоры о том, что мировое правительство создает специально этот вирус для того, чтобы нас загнать в какой-то информационный, концентрационный лагерь, придумывается куча конспирологических версий, в основном, кстати, в русскоязычном сегменте. Ни в немецком, ни в английском так не муссируется эта тема, как вот в больном русском воображении. Так вот, история о том, что вирус неожиданно возник, вот я считаю здесь прямое доказательство. Здесь вывод такой, одно из двух. Либо экономист и его журнал не имеют на самом деле никакой таинственной информации, ничем он с вами через обложку своих журналов не делится, а просто стебутся над конспирологами, ну, пытаясь, так сказать, привлечь интерес своими необычными обложками. Либо второе, никто, в том числе сильный мира сего, предположить не могли, что появится неожиданно этот вирус. Иначе они бы вам каким-то образом информацию бы эту все равно передали, если они этим занимались в течение нескольких лет, как вы считаете. Поэтому, по-моему, дальнейший разбор обложек экономиста это просто смехотворное занятие. Можете, конечно, этим заниматься, как вы видите, некоторые, такие как Тюняев, там собирают чуть ли не по полмиллиона просмотров, говоря вообще ни о чем. И интересно, что конспирологи, которые в начале года всегда громче всех орут, что вот здесь, в этой обложке, план вообще мира на предстоящий год сейчас тихо затухли и помалкивают. Потому что видно, что этого слова зашифровано в обложке не было. А все те слова, которые там есть, все они имеют место в нашей жизни, имели до этого, будут иметь в следующем году. Климат, биологическое разнообразие, искусственный интеллект, это все то, что волнует всех нас, и ничего таинственного в этом нет. Надеюсь, я смог развенчать один из самых стойких мифов о том, что экономист делится особой информацией с миром. И самое последнее, что я хочу сказать для тех, кто начнет опять задавать ну, не совсем умные, скажем так, вопросы в комментариях. Я по-прежнему считаю, что коронавирус может быть биологическим оружием, применяемый одной страной против какой-то другой страны. Но то, что он распространился по всей планете, вероятно, всего не предполагает. Я по-прежнему считаю, что вирусы – это будет мощное оружие, которое будут применять одни страны против каких-то других стран. Ничем этот выпуск не противоречит тому, что я говорил в начале. По-прежнему нет никакого мирового правительства. Мы, возможно, движемся в этом направлении, но нам еще до этого далеко. А есть борьба, как я уже сказал, динозавров с бронтозаврами на этой планете. По-прежнему борются за звание самых сильных, применяя при этом различные формы оружия. В 21 веке химическое, бактериологическое, биологическое и прочее оружие будут присутствовать, как и все остальные виды. А мы, люди, будем сталкиваться с этими последствиями и пытаться выживать, как в свое время, в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. Все люди, простое население, сталкивались с этими проблемами и были вынуждены выживать. Мы ничем не отличаемся от них. Просто формы уничтожения изменились. Но люди по-прежнему к этому склонны. Не потому, что вас уничтожает какое-то всемирное правительство. Нет. Потому что мы сами уничтожаем беспрерывно друг друга, изобретая все новые, изощренные формы. Вот такой мой вывод был и остался. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Ну и если вы спорите с конспирологами, приводите смело в пример мой ролик. Я думаю, что ответить господам конспирологам на это будет нечего. Оставайтесь здравыми, в смысле духовно и физически здоровыми. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok